Несмотря на наступление темноты, в японском городе Дзёса, полностью затопленном из-за прорыва дамбы на реке Кенугава, идут работы по спасению около 200 человек, сообщило местное отделение полиции. Около 100 человек находятся на крыше местного супермаркета, первый этаж двухэтажного здания затоплен. Еще 80 человек ожидают спасателей на втором этаже дома престарелых. Здесь подтоплен первый этаж. Ранее сообщалось об обращениях к спасателям от 80 жителей города, которые не успели эвакуироваться и ждут помощи на балконах своих домов. Силы самообороны к этому часу спасли 39 человек. Спасатели эвакуируют людей на вертолетах, так как все дороги города затоплены, а бурное течение не позволяет приблизиться к домам на лодках. Работы осложняются наступающей ночью, а также продолжающимися дождями. В четверг из-за ливневых дождей, обрушившихся на восточные районы острова Хонсю, была объявлена особая тревога, что означает приближение стихийного бедствия, которое происходит не чаще одного раза в несколько десятков лет, и может повлечь за собой жертвы. Причиной ливней стали область низкого давления, в которую превратился тайфун Этау в Японском море, и влияние тайфуна Кило на восточном побережье Хонсю. В префектурах Тотиги и Бараки выпало от 600 до 300 миллиметров осадков за два дня. В городе Дзёса из-за дождей прорвало дамбу на реке Кенугава, затопленной оказалась территория в 370 квадратных километров, нанесен ущерб 6,9 домов. По предварительным данным правительства, в Японии один человек числится пропавшим без вести, три человека находятся в тяжелом состоянии. Штормовое предупреждение также действует для префектур Тиба, Канагова, Сайтама, Фукусима, Мияги, Нигата, Ямагата и столичного региона. Специалисты предупреждают об угрозе паводков исхода горных оползней. Число местных жителей, в отношении которых была вынесена рекомендация об эвакуации, приближается к миллиону человек. Продолжение следует...